Мелкий, стой! Да подожди ты, да куда ты разогнался-то так, да стой уже! Да, я старый, чем молодой человек, да, да мелкий, да стой, да мне уже скоро 23 года! Ты нашёл себе на голову спортсмена юного, да ты можешь стоять, да куда ты бежишь? Да подожди ты, да я понимаю то, что на срочное задание сказал вот этот... Подожди, подожди, башка загружилась, я сейчас, но мелкий, я сейчас в обморок упаду! А-а-а, я атлет, атлет просто, атлет может тебя на Олимпийские игры отправить с такой-то дыхалкой! Сейчас, мелкий, пока я тебе добегаю, ты там пока скорую помощь вызови! Сейчас, я, 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 я медленно сейчас быстренько, ага, потихонечку дойду! Иди подбери лёгкие мои и ставь мне обратно! Это, это ж, это что за, за, за марафон города ютуберов был? Ты, ты как, ты предлагаешь мне угнаться за тобой? Да, да, да тебе лет 7, а мне лет 24! Ты до кости старая, отдыхалка уже не та! Господи, ты с ума сошёл! Я как бы понимаю то, что у нас здесь с тобой срочные новости, срочные дела! Вот этот чубзлет, который в прошлой серии нам звонил, сказал то, что он мне в почтом ящике приготовил какой-то подарок! И он сказал то, что у нас есть 5 минут! Ну, прошло то не 5 минут, прошло то полторы минуты, у нас с тобой, Мелкий, ещё 3 минуты в запасе! Куда ты так рванул просто, как ракета какая-то! Он сказал то, что после того, как мы откроем то, что он сейчас здесь нам припрятал, он сразу же нам позвонит! Поэтому я не знаю, Мелкий, что бы там ни было, будь готов! Ты готов, Мелкий? Так, здесь есть подарок, здесь есть 3 записки! А, это не записки, это коммунальные услуги, там за квартиру, за магазин одежды и за ресторан, но за это мы заплатим в следующей серии! Так, я не знаю, что он там нам припрятал, но мне кажется, там что-то прям интересненькое будет! Ты готов посмотреть? Я на самом деле вообще не готов, потому что какой-то чувак отправил нам подарок, и у него в плену Костя! Мелкий, хватит жопой асфальт дырявить! Я вот тебе говорил, это в предыдущей серии уже! Раз, два, три! Кого? Мелкий, закрой глаза! Закрой глаза и отвернись! Мелкий, отвернись, уходи отсюда! Нет, что, дожди, у меня... Я реально сегодня в серии просто в обмарок шандарахнусь! Какой палец? Какой палец? Это палец Кости? Ё... Мелкий! Вот, вот, вот... О, встань! Встань, мелкий! Ты в обмарок шандарахнулся! Встань! Встань! Да что ты орёшь? Всех кур мне распугал! Каких кур распугал? Бабзин! Бабзин! Тут, тут мне чувак, который Кость Костянчика похитил, он мне подарок отправил! Посмотри, какой подарок! Посмотри! Костя у него в плену! Посмотри, какой подарок! Посмотри! Указательный палец! Ой! Вот именно! Ой, Бабзин! Вот это реально! Ой! Плохо мне что-то! Бабзин, держитесь, держитесь, держитесь! Бабзин! Бабзин, вы как себя чувствуете? На меня смотрите, сколько пальцев видите! Бабзин, сколько пальцев вам показываю! Бабзин! Наверное, очень много, если её это вырубило прям... Бабзин! Вставайте! Мелкий, тащи нашатырь, давай быстро в аптеку сгоняй! Бабзин, на! Понюхайте палец! Вот это точно должно вас прям на ноги поднять! Бабзин, вставайте! Опа, вот видите, говорю, палец же помог! А дайте палец, Бабзин, и сваливайте отсюда как можно дальше! Это вас вообще никак не касается! Палец, палец, дай! Мелкий палец, дал быстро, это не игрушка для детей! С пальцами дела плохи! Всё, Бабзин, давайте, только никому не горите, пожалуйста! Давайте, 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 Бабзин, только никому не горите! Ваш дом в другой стороне находится! Справа! Ай, ладно, Бабзину, походу, ушатал от этого пальца! А, нет, не ушатало! Хотя нет, ушатало! Это же, прикинь, мелкий, они палец отправили! А если они захотят какие-то требования, если они выдвинут эти требования, а мы не сможем их предоставить, то они в следующий раз нам кое-что другое уже пришлют! И Костичка после этого кое-что другого детей даже иметь не сможет! Не дай бог, конечно, чтобы это у Кости случилось, но, эээ, кто его знает! Мелкий, давай пойдём закопаем этот палец куда-то! Да дрянь какая-то! Это, это как вообще? Подожди, то есть у Кости сейчас на один палец меньше? Ой, подожди! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Посмотрел? Посмотрел? Наверное, такого ты ожидать точно не хотел, да? Ха-ха-ха! Это твой друг Костя небольшой подарочек тебе отправил, чтобы ты просто знал, что с ним всё хорошо! Это, это, вот этот Чубзилет нам палец отправил! Вот этот, который сейчас мне звонит! В плане, хорошо, что он жив, но не в плане, хорошо, что у него на один палец меньше стало! Ха-ха! Закопай! Закопай! Если ты не хочешь, чтобы я тебе отправлял твоего друга по частям, по почте, слушай меня внимательно! Через три дня, в полночь, в лесу на севере, я жду тебя и только тебя! Не бери с собой никого, приходи сам, я буду тебя там ждать! И готовься, то что тебе выдвинут серьёзные условия, если ты их не выполнишь, ну! В ближайшем времени тогда состоятся небольшие такие похороны! А похороны кого? Мне кажется, не сложно догадаться! У тебя три дня, Суслик, слышишь? Три дня! Через три дня в лесу! В полночь! Второй попытки я тебе давать не буду! До связи! Через три дня в лесу! Я должен с ним встретиться! Он придёт и выдвинет мне свои условия, требования! Он сказал, чтобы я сам приходил! То есть, мелкий, я даже без тебя пойду! Да-да-да-да-да, не маши мне башкой! Да! Я знаю то, что ты за меня можешь постоять! Ты и за меня можешь постоять, и за себя можешь постоять! Но если выражаться культурным питерским языком... Мы в говнище с тобой! Ну, точнее, я в говнище! Ты-то не в говнище! Мы тебе памперсы поменяли недавно! У нас ровно трое суток, чтобы подготовиться до того, как я пойду в тот лес, который находится за городом, и встречусь с этим бандюганом! Ты просто представь, сколько же они уже держат Костянчика в плену! Я даже не знаю, жив ли он или нет! Хотя, учитывая то, что как бы палец свежий, вроде-вроде же ещё жив! Кто свистит-то там? А, это богатый школьник, здорово! Богатый школьник, конечно, извини, это... Рогатку опустил, мелкий, ты тоже рогатку нацелился? Э, слышь, так! Рогатку опустили свиньи малолетние? У меня здесь проблемы, давайте не в этот... Хотя бы не сейчас прикапывайтесь ко мне! Ты пришёл записывать со мной ролик, а меня ограбили! А мне-то какая разница, ограбили тебя в тот момент или нет? Ты опозорил меня перед всеми моими друзьями! Позор по школе! Подожди, а я-то тут при чём? Тебя ограбили, мы с тобой договорились снять ролик! Я пришёл, снял ролик и выложил его на Ютуб! Я требую перезаписать ролик! А я требую голых баб, которые сейчас возле меня здесь будут стриптист танцевать! Четыре литра пива Андрея и... И десять тысяч баксов налом! И чтобы тебе, мелкий, сейчас задницу надрал! А губу-то ты не раскатался со своими шкалотронами? Слышь, отойди подальше, ты чё мне в лицо прям тычешь? Подальше отошёл, я сказал! И ты подальше отошёл! Ты чё быкуешь? Мелкий, вмажь ему! Вмажь вот этому шкалотрону! Чё это задичка такая? Ты посмотри, посмотри на него! Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Успокоились, успокоились, успокойся! Мелкий, мелкий, успокойся! Чи! Я сказал тихо! Чё за бои без правил-то? Если вы хотите друг другу задницу надрать, у меня есть способ получше! Сейчас внимательно меня все слушаете! Убери свою рогатку! Убери рогатку, и она сейчас окажется в твоём таком нехорошем месте! И потом, после того, как она там окажется, у тебя так запор появится на недельку! Поэтому даже не доставай эту рогатку при мне! Хорошо, это последнее предупреждение! В первую очередь, мелкому 7 лет! Вам кинты по лет 11-12! Вы на кого вообще нарываетесь? На мелкие что? В тебе люли вставит? Что тебе пи***ли вставит? А пи***ли можно вообще на ролике говорить? Я вот никогда не могу понять! Нет? Ну да, это не очень! Короче, вставит и тебе по самой гланды, и тебе по самой не хочу! Это как вообще называется? Давайте начнём с того, что ты школа трон, и я как бы мы с тобой вообще не виноваты! Тебя ограбили в тот момент, как я приехал к тебе в город! Я потратил деньги на билеты на автобус, приехал к тебе в город и записал ролик! Мы с тобой договаривались? Договаривались! Ты мне стак золотых монет отдал? Хрен с маком ты мне там чё-то отдал! Вот именно! А чё ты... Что ты сейчас от меня хочешь? Ты пришёл, угрожаешь моему пацанёнку, да ещё и мне! Ладно! Не зря я себе одно местечко приглянул, это было до того, когда я искал место для магазина одежды! Я ходил по всему городу, искал самое подходящее место, где можно открыть свой магазин! И там было одно такое место, которое очень сильно мне приглянулось! Я знал то, что рано или поздно оно мне 100% понадобится! Но перед тем, как мы туда пойдём, это реально какой-то беспредел! Вот если ты не видел предыдущую серию жизни ютубера... Пацаны, вот вы реально офигели! Вот вы реально офигели! Я сдерживаю свои обещания! Вы, походу, вообще не сдерживаете! Прямо сейчас надо мной будет подсказочка! Нажми, пожалуйста, обязательно и посмотри предыдущую серию, если хочешь так же сильно вмазать этому пацанёнку, как и мелкий! Всё! Яйца свои храбрые в руки взяли и потопали за мной все вместе! Сейчас мы посмотрим, насколько вы будете крутыми, когда я вас приведу в то место, и потом вы будете друг другу задницы надирать! Субтитры сделал DimaTorzok